Представители знака Зодиака Лев, мои дорогие львы и львицы, здравствуйте! Таро-расклад, согласиться нельзя остаться. Период ретроградного Меркурия в рыбах с июля месяца по 15 ноября. Давайте узнаем, как карты Таро нам подскажут энергетику этого периода. И Сатурн у нас связан с прообразом Учителя, причем сурового Учителя. Сатурн также — это великий организатор, это структура, это порядок. И, скорее всего, в этот период, до второй половины 2024 года, мы все будем заняты тем, чтобы организовать свою жизнь. Может быть, как-то по-новому, или разобраться в собственной жизни. И ретроградность — это может и как означать какая-то история, которая тянулась сверх всякой меры, или когда вы в чем-то не видели прогресса. Вот здесь нужно решать что-то. Или когда сама судьба вас может подводить путем того, что произошли какие-то перемены, либо вокруг вас, либо в событиях вашего окружения, и тоже время делать выбор. Если мы говорим о судьбе вообще, то есть в колоде Таро такая карта, десятый старший аркан, колесо фортуны. И это не что иное, как прообраз, маховик, или как штурвал колеса нашей судьбы. И нам предстоит привести его в движение. И не просто хаотичные какие-то движения, а так, чтобы все системы, мы говорим про Сатурн, повторяюсь, системы все-таки пришли в унисон обстоятельств. Этот период продлится не в один месяц, а до конца 2024 года. И есть что-то очень важное на повестке, чего вы не можете оставить без внимания. Ведь вот этому маховику, большому, вот если представьте, судьба, это что-то более глобальное. Так вот, ему еще предстоит только преодолевая какую-то трудность, или, может быть, как со скрипом, каким-то ржавым, преодолевая какие-то пределы, какую-то заскорозлость прежней ситуации, прийти в движение. Вот давайте узнаем, что нам расскажут карты Таро. И начнем мы с вами с колоды Таро Добра, которую прорисовала великолепная художник, тонкий психолог Колит Барон Рид. Мне очень нравятся эти карты. Мне нравится ее мудрость, переданная через изображение. Она подойдет образы с позиции позитивной психологии. И первую карту, которую мы достанем, я решила, мы ее назовем неожиданности со знаком минус. Или как, назовите это, неприятности, или то, что нас может выбить где-то из колеи. Вот давайте немножко предосхитим события, приоткроем завесу будущего. Что же может произойти со знаком минус? А вторая будет карта называться «А что же как раз вам будет помогать?» В чем вы сильны? В чем положительная энергия? В какой сфере жизни вы как раз можете вот эти, может быть, изменения произвести? И для вас ведь, мои дорогие львы, очень судьбоносный период, планетарно даже. Давайте три главных события, зададим такие вопросы и достанем три карты до конца 2024 года. Итак, победа, исполнение желаний. И это, тем не менее, я не случайно задала такой вопрос, чтобы посмотреть, насколько же есть в этот период какие-то силы непреодолимые, возможно, или те силы со знаком минус, которые могут вам вставлять палки в колеса, или как-то мешать, или какие-то, ну, еще сложности. А нам карта говорит, а нет. Все в твоей власти. Ты победитель. Буквально шестерка земли иногда, мои дорогие, означает как помощь высших сил. Когда ангелы выходят вам навстречу для того, чтобы у вас что-то обустроилось очень хорошо. И по этой карте неожиданные ресурсы, неожиданности со знаком плюс, какие-то приятные неожиданности. Щедрость проходит по этой карте. Если вы занимаетесь творчеством, к примеру, то может появиться в вашей жизни важный человек, который, как меценат, будет готов вкладывать в ваше творчество. Вы ему можете быть интересны. И то, что вы делаете, вот ваш продукт, вашей креативности, у кого-то буквально так, когда ваш проект какой-то поддержит. И это будет как самореализация через работу. Безусловно, и финансы, все-таки земля Пентакли. У нас чудесный олень показан, и у него на рогах Пентакли. Поэтому реализация какого-то проекта, безусловно, вопросы финансов, это в центре внимания. Когда чего-то не упустить, не упустить времени, мои дорогие, мы не можем оставить чего-то на потом. По шестерке земли или шестерке Пентакли быть все-таки внимательному к деньгам стоит. Но где-то не транжирить, не давать в долг, все-таки вот это я скажу. Потому что если вы кому-то дадите деньги, вы их не скоро увидите, если увидите вообще. Вот этот момент, будьте внимательны. Он может таки проиграться, потому что деньги у вас будут. И есть, видимо, вокруг вас те персонажи, которые могут прочувствовать этот момент. И где-то так или уговорить на ненужную покупку, или начать плакаться в жилетку, а лев может прийти на помощь. Лев благороден, лев состраданием, может быть полон из лучших побуждений, но вот не одолжайте деньги. Здесь больше мы кумулируем, потому что приходят возможности. Отчасти карта говорит, удерживай свое доброе имя. Нельзя что-то делать необдуманно или неосознанно на автоматизме. Что же вам будет помогать? Нечего добавить. Лев у нас изображен буквально на карте император. Смена статуса. У кого-то через работу, у кого-то через личную жизнь. Встреча с каким-то важным человеком. Да, безусловно, кто-то из вас может получить очень высокие должности и иметь впоследствии очень длинные руки, мои дорогие львы и львицы, ведь все-таки император. Вы можете познакомиться действительно с человеком, который, вот как я сказала, как меценат поддержит ваше творчество. Могут быть в этот период важными согласования по документам, которые касаются как и работы, и бизнеса, и личной жизни, может быть, встречи с важным человеком. Это вы где-то в этой энергетике, мои дорогие девочки, даже когда вы, может быть, получаете должность, но вам придется быть этим императором. Да, более жесткие энергии, а рядом у нас более мягкие энергии, и вам где-то придется балансировать, чтобы не пойти в разнос, чтобы в некоторых вопросах быть гибче, предусматривать, что мы не можем изменить, к примеру, обстоятельства, и мы не можем изменить людей. Они нам могут обещать там стрекороба, но надеяться самим на себя, вот по этой карте, это со знакомыми, плюс вот эти энергии, они, мы ведь спросили, что вам будет помогать, вот это все вам помогает. Но по нарастающей идут какие-то возможности во второй половине 2024 года, и это карта власти и твердой уверенности в самом себе. Вопросы в целом вы будете решать собственного благополучия, может быть, вопросы, связанные с банками, у кого-то закрытие кредитов, у кого-то, может быть, взятие ипотеки, взаимодействие с представителями власти, с представителями закона. И одновременно в этой колоде карт идут и учреждения образования, то есть вы будете вынуждены чему-то обучаться, может быть, на рабочем месте, ну, принимая новую должность, и вы понимаете, да, реально мне не хватает знаний, может быть, юридических, у кого-то, может быть, языки придется учить, кому-то придется, ну, еще дополнять себя, свои умения, навыки, опять же, знания, какими-то новыми направлениями. Статус вас к этому обязывает. Давайте три главных события. Карта самодостаточности, мои дорогие, мне даже вот нечего тут что-то добавить. По девятке земли – это когда мы с собой довольны. Да, по этой карте проходят все энергии, когда мы не просто сегодня у нас какой-то уверенный период, а когда мы можем, как в 3D-проекции, увидеть и свои собственные еще и перспективы. Вообще, замечательные позиции, одна, вторая, третья карта дополняют друг друга. Но давайте мы все-таки, король жезлов, может, встреча с важным человеком, может быть, это вы будете, как харизматичный лидер, подавать своим примерам людям, может быть, и придавать, кстати, вдохновение, вам вдохновлять коллектив придется, вполне вероятно, и принимать важные решения. И от них будете зависеть, мои дорогие, не только вы, а еще и ваше окружение. Давайте я достану, поскольку по сценарию я так предполагаю, чем дело кончится, хотя не кончится, по девятке земли, да, мы в плане уверенности, самодостаточности, да, приходит такое, ну, какое-то благодушие. Но это не бездействие, нам придется дальше развиваться, чем-то заниматься, как-то преувеличивать свой доход, короче говоря, идти дальше. Так вот, чем дело кончится? В целом, какова энергетика? Вот, посмотрите, старший аркан, отшельник, вы должны следовать вот как за своей звездой, это не пустые слова. По карте отшельник, вот смотрите, мои дорогие львицы и львы, для кого-то, может быть, смотря чем вы занимаетесь, подсказка. И у нас предусмотрена уже, предусмотрена карта император, то есть смена власти, может быть, и вашего окружения. Так вот, отшельник, он идет немножко сам по себе. Это дервиш, это тот, который не ставит для себя на первое пьедестал, как бы на первое место, вопросы денег. Это для того, для кого важна идея. Вот для вас, чем дело кончится? Для вас важна идея. Вы точно будете кому-то интересны, или вы можете получить новую должность, вы можете добиться очень значимых высот в собственной карьере. И не важно, что это. Если вы будете подавать, ну, как бы и креативить, у нас перед этим перевернулся король жезлов, а это креативность где-то. Так вот, если вы будете креативить или подавать свои проекты, мы про не меценатство говорим, может быть, это тот проект, не совсем меценатство, но когда вы согласовываете что-то в высоких учреждениях, или у вышестоящих руководителей, так вот вам свою стратегию или видение рабочего процесса нужно подавать с позицией, что это будет полезно людям. Не потому, что это будет выгодно. Нет меркантильности в аркане отшельник. Здесь вот именно повторяюсь, какой-то высший смысл, какая-то жизненная мудрость присутствует, понимаете? К вам могут обращаться как к этому отшельнику, ведь это великий мудрец, который знает ответы на все вопросы. И вот больше отталкиваться от какой-то высшей правды, от пользы людям. Это как подсказка. Чем сердце успокоится? Вам, правда, кому-то придется быть этим вдохновляющим центром. Ничего не успокоится, вы набираете темп. Восьмерка жезлов – это карта и трансформации где-то отчасти, и то, что… Вот посмотрите, в этой колоде, как художник здорово изобразил, я люблю эту фразу, и тысячи дорог сойдутся в одной точке. Вот у нас восемь жезлов, как в один пункт летят. Вот для вас не случайные случайности. У вас будет тот период, когда вы особенно осознанно должны быть, что такое осознанность, когда вы подмечаете все нюансы. Каждого дня вы не оставляете что-то на потом. Вы слышите, как растет трава. Вот все важно, нет мелочей. И здесь идет еще что-то понарастающее, что-то развивается. Давайте карту совет, мне интересно. Праздник после победы. И это не остановка, это только праздник. Но мы идем дальше. Четверка жезлов – это карта якоря, карта успеха. Вы будете видеть результаты своего труда. И если мы говорим про карту совет, вы должны, понимаете, как сделали один маленький шаг и посмотреть, какой вы получили эквивалент. Если это как-то заработало, если вы должны это удержать и приумножить, и добавить что-то потом еще новое. То есть искусство мелких шагов или искусство не сопротивляться и не идти против течения. Тут само пространство какое-то многообразие вариантов для вас раскроет. А вам надо успеть попробовать все. И не просто так вот, знаете, на авось, а нет, а переложив что-то на практику. Второе главное событие – двойка огня. И для кого-то из вас – это именно ваша индивидуальность, креативность. Жираф у нас, да, какая-то ваша высшая мысль, идея, ваша задумка. Все то, собственно говоря, о чем мы говорили. И в этой карте нам говорят, что ты какую-то свою задумку как минимум одну сумеешь, лев, реализовать. И это здорово. Это творческие планы и рост, опять же, жираф. Ваши амбиции, когда у вас получится что-то осуществить. Но вы будете на выборе. Все-таки дуальная карта. Выбор делать придется. В сторону реальности и собственной где-то креативности. Как лучшие таланты вы должны раскрыть или вашу миссию, назовите это так, мои дорогие. Чем дело кончится? Карта еще раз так говорит нам, что какой-то путь ты должен проделать в одиночку. И здесь ведь по отшельнику тоже. Значит, есть какая-то в вас, мои дорогие львы, составляющая, которой нет ни у кого другого. И именно это должно как расцвести. Или вы должны свою миссию какую-то исполнить. Пусть это будет называться вашей мечтой. Это где-то идет в унисон обстоятельств. И это карта заслуженного успеха, когда у нас хватает мужества идти вперед в одиночку. Или у нас хватает мужества что-то продолжать. Чем дело кончится, мы спросили, не кончится? Тут все продолжается. И карта нам говорит, продолжай. Или ты победишь, или у тебя не хватит терпения. Чем сердце успокоится? И сердце не успокоится. Новая какая-то креативность, опять какой-то новый проект. Ведь ту спинтакли, да, у кого-то. Чем сердце успокоится? Деньги у вас будут, мои дорогие львы и львицы. Вот финансы будут себя радовать, да. Но они потребуют внимания. Если вы расслабитесь, все пойдет наперекосяк. Нам об этом уже сказали. А вам вот какую-то финансовую стабильность, какой-то финансовый плюс, возможности, нужно в виде зерна еще посадить в какой-то, ну, аллегорически говоря, в проект какой-то, переложить. Или вот про образ этого зернышка. Почему у нас, посмотрите, один пентакль, пока один. И еще слабые росточки, и такие слабые корни. Но мы это сажаем в землю, чтобы в последующем получить денежное дерево. Вот какой-то новый ваш проект или какая-то еще новая ступень. Дальше следует. Точно восьмерка жезлов вы набираете темп. И что-то не заканчивается. А просто вы ступень за ступенью имеете как карьерный рост. Или какие-то возможности приходят в вашу жизнь. Вас как это и вдохновляет. И делает вот это чувство, наверное, собственной значимости. Ни гордыни, нет. А когда мы видим плоды труда своего. Когда мы видим, а ведь и правда, я могу создать что-то уникальное. И я умею как-то по-своему либо видеть процесс рабочий. Я могу что-то организовать в своей жизни. Или создать, скреативить что-то волшебное. Просто все зависит от того, чем вы занимаетесь, каким родом деятельности. И это может быть в любой профессии. И у кого-то это будет как с дорогами связано. Может быть, у кого-то из вас, мои дорогие, карта дуальности. И мы говорим по шестерке мечей, чем дело кончится. Вашим переездом куда-то. Может быть, куда-то очень далеко кто-то поменяет и место жительства. И с учетом карты отшельника вы, правда, можете переехать куда-то очень далеко в другую страну. И вам даже придется учить новый язык. Я не говорю у всех. Но у кого-то вот это все проиграется именно так. Потому что еще вдобавок может быть такой клубок, когда и вопросы работы или вашей самореализации совпадут с вопросами личной жизни и одновременно перемещений. Совет. Рационально вам придется что-то продумывать, просчитывать. По этой карте мы учимся, кстати. Да, тут действительно обучение чему-то новому у вас пройдет. Правильно принимать продуманные рациональные решения и никому ничего о себе не рассказывать. Вот это будет важно. Вы будете в центре внимания. Карта императора – это ведь к вам тоже ваши энергии. О вас не должны все подряд знать очень много. Может быть, вам придется причесать свое окружение в силу разных причин. Вы не всеми будете людьми довольны. И вот эта карта отшельник, вы это прочувствуете. Что если я себе что-то не рассказала, не рассказала, я себе в последующем дам, ну, скажу спасибо. И королева мечей про образ Юдифи, она сумела осуществить свое действие, исторически важное, благодаря тому, что она первая надеялась сама на себя, и нам где-то об этом говорят. Она умела о себе много не рассказывать. И поэтому этот проект был как бы удачен. А хотя он был где-то очень рискован. Я уже не повторяю историю, кому интересно, вы найдете эту информацию. Но это ведь как карта совет. Вот такие энергии, как в прообразе Юдифи. Потому что где-то придется брать на себя ответственность. В первую очередь за собственную жизнь. Но ведь у вас карта император. От вас будут еще кто-то зависеть. Как может быть сотрудники этого проиграется через работу. А для кого-то еще и ваши близки. Давайте третье главное событие. Смена статуса. Пятерка воды. Вы знаете, мои дорогие львы и львицы, несмотря на все положительное, будет безусловно и отрицательное. Вы о чем-то будете сожалеть. Пятерка воды. В этой колоде карт нам предлагают выплакать горе. То есть есть буквально что-то, что была как надежда. А вы поймете, а нет. Это пустая была надежда. Это то, что в моей жизни не могло состояться. Может быть, потом, оглянувшись назад в конце 2024 года, вы проанализируете свои чувства. Или на начало года еще ваше где-то с вдохновением, желание. А тут вы уже оглянетесь назад. И вы как подводите итоги, понимаете, да, в чем-то вы были наивны. Здесь вы уже сильны, вы уже смотрите с какой-то другой сильной позиции. Вы поймете, что некоторым людям не стоит доверять. Вы как раз вот это окружение свое где-то причешете. Может быть, отчасти это вас сделает в чем-то более замкнутым, кстати, в некоторых вопросах. А вас будет к этому обязывать статус. И в этой колоде карт по пятерке воды нам говорят, если мы говорим эмоции, это как волна морская. И да и в жизнь наша она тоже циклична. И нам говорят, позволь себе просто где-то выплеснуть, высвободить это горе. Позволь нахлынуть какой-то печали, не бойся вот этих эмоций. Потому что как они на тебя нахлынут, так будет и отток того какого-то негативного периода жизни, который тебе довелось пережить. Позволь себе выплеснуть это и забыть, оставить в прошлом. Ну, видимо, для баланса это будет важно. То есть многие проекты, как минимум один, и я так вижу, это будет через точно ваш статус. Просто этот статус, смена статуса, она у вас произойдет. У кого-то через личную жизнь, а у кого-то через вашу занятость, через ваше творчество, через вашу работу. Но есть и какой-то минус, который вы вот так спокойно вынуждены где-то уравновесить в самом себе. Чем дело кончится? А вот чего-то вы очень хотели. И вы понимаете, ну да, реальность жизни такова, что не могут все наши желания на 100% сбываться с 15-й старший аркан. И может проиграться, как вы хотели, больше суммы денег. А где-то придется держать балансы по финансам, потому что сохранять свою позицию вам придется. А у кого-то это страстное желание быть с каким-то человеком. Мои дорогие, а может быть будет за этот период новое знакомство. Может быть. Или вы настолько поменяете статус, что в конце года вы оглянетесь и скажете, я теперь понимаю, почему вот как бы судьбоносность момента была в том, что я ведь не могла или не мог быть с тем человеком, с которым мне когда-то очень хотелось быть, потому что на сегодняшний день мне уже быть, ну, это не было по статусу положено. Вот у кого-то и так проиграется. Потому что я уже теперь в другом обществе. Передо мной другие горизонты. А если бы я осталась в прежней или остался в прежней ситуации передо мной, не открылись бы те перспективы, которые сегодня я имею на данный момент времени. Поэтому уравновесить, сбалансировать что-то вам, мои дорогие львы и львицы, придется. И отказаться, как я уже сказала, тоже. Увы, если мы рассматриваем 15-й аркан, будьте аккуратны все же. Дьявол у нас великий шутник. И если он видит, что мы попались к нему на удочку, он начинает свою игру. И нам карта говорит, не выходите за пределы допустимого. Не нарушайте закон, не нарушайте собственный гомеостаз жизни. Иначе какая-то игра может перейти в опасность. Лучше вовремя от чего-то отказаться. Чем сердце успокоится. Ну вот держать баланс. Вам нельзя нарушать закон, мои дорогие. Посмотрите, дьявол и аркан справедливости. Это как аркан юстиции. Причина и следствие. Как аукнется, так и откликнется. Вы можете как закрыть какой-то гештельт. И выплакал в горе буквально. Есть какая-то, может быть, история грустная. Поставить в чем-то точку. Но и с другой стороны, причина и следствие, как мы поступаем, то мы и получаем. Помните, за период Плутона, Водолея, не рискуйте с собой, не играйте в азартные игры, не надейтесь на авось. Не соглашайтесь на мутные сделки. Не подписывайте важных документов. Именно не ставьте там подпись свою, когда вы на себя налагаете обязательства, которые будут действовать в энный период времени. Когда через пять лет законы поменялись, там стоит ваша подпись, и какая-то обратка прилетает, и вам приходится за это отвечать. Будьте очень продуманными. Не доверяйте людям королева мечей. Прообраз Юдифи. Отшельник. Это надо положить в основу. Вас будут пытаться, наверное, не раз купить, купить налезть, или на какие-то призрачные обещания. Не ведитесь на это, мои дорогие. На кону вы сами. Ваш статус, ваше благополучие, изобилие и процветание. Чтобы вот этот аркан справедливости для вас проигрался со знаком плюс. И не был как какая-то обратка через неопределенный период времени. Совет. С чем-то у вас, кстати, будет вот для кого-то, если вот все то, что я сейчас сказала, не повторяюсь, вы правильно проходите какое-то жизненное испытание. Посмотрите, десятка чаш. Если у кого-то, мы говорим, вопросы страсти, или, может быть, это были вопросы любви, безответной любви. У кого-то так, может быть, период какой-то, как ожидание, и вроде все складывалось, все хорошо. У кого-то по работе могло складываться. Может быть, вы работу меняете, ведь я могу такое допустить. И были какие-то минусы на предыдущем месте, тоже не удалось себя реализовать. Или, ну, там все что угодно могло быть. И вы испытывали тоже сожаление. То вы делаете выбор, уходите, меняете свою жизнь. Потом вы себе все равно говорите спасибо. Если вы на что-то решитесь, и правильно увидите вот то, от чего вам нужно отказаться, и я могу предвосхитить десятка чаш. Тот, кто сменил работу, может быть, недавно, или ушел в собственное плавание, или как-то вот все равно я организацию своей жизни произвел, В последующем будет и изобилие, процветание, и решение каких-то ваших, ну, личных амбиций в очень положительном эквиваленте. Когда и денег больше, когда и статус выше. Для кого-то из вас это и в личной жизни какая-то одна история заканчивается. Вы поставите точку, и буквально вот это горе. Или вот какие-то эмоции, которые вам очень сложно отпустить. Но вы оставляете прошлое в прошлом. И в вашей жизни как раз придет совершенно другого статуса человек. И вы с ним создадите семью. Для кого-то, кто один или одна в вашей жизни, ничто не происходит просто случайно. У вас весь период второй половины 2024 года. И, кстати, ведь планетарно это ведь тоже. Можете прочитать гороскоп. В июле уже начинают работать вот эти энергии. Вот прочитайте гороскоп на моем сайте. Я оставлю ссылку в описании под видео. Может быть, какие-то подсказки. Ведь у каждого своя ситуация. У вас будут, даже читая статью. Глядя карт, мы все разные. Но думаем мы о чем-то своем. И если переложить все равно подсказки, это энергетика, карт. Я думаю, что вы для себя какой-то пазл сложите. Правда, время возможностей. Перекладывайте на себя, мои дорогие львы и львицы. И будьте счастливы. Будьте любимы всегда.